итак дорогие друзья с вами валерий бавсуновский что ближайшее время будет в школе ну во-первых во-первых мы будем делать абсолютно все вот например несколько лет я практически ну не надо мне было настроенный сервер что был и apache там и mysql и в сг и и значит джанга чтобы было связки сегодня сел за вечер сделал потому что ну вот видите вот если открыть вот сайт вот спб тире тут точка ру вот этот сайт который на хостинге вот это где он делся мой сайт много вкладок сейчас по-новому запущу а здесь уже спб тире тут тест 800 ну то есть уже по и чармовская разметка ну почему решил сделать это вообще мои продолжение видео по ксубунту честно скажу что windows даже боялся браться как посмотрю так думаю ну хватало мне всегда сервера а тут этот сайт разросся на самом деле информация здесь много и думаю я его делал 2013 году вот школа развивается развивается ну пора за него браться ну во первых ближайшее время появится что джанга 2 джанга 1 11 но в каком ракурсе на слух воспринимаете понимаете я мне нравится вот много ребят немного но часть ребят со школы начали уже зарабатывать в python да в python программирование сейчас я решил когда переписать уроки по джанга 1 11 и джанга 2 но 11 это версия лтс то есть она будет четыре года там до года 22 наверно то есть на ней на будет все писать оговорюсь и прежде чем продолжить ребят так вот хочу построить курс показать вообще как разбираться в джанга потому что приходят одни люди говорят вот а допустим версия там 1.8 уроки а сейчас 1.11 не дурите вы этим голову 1.8 1.11 практически одно и то же ну доставил какую-то библиотеку просто напросто я тоже когда-то гнался за последними версиями на самом деле если вы возьмете версию 1.1 и то даже одной трети возможности вы не не воспользуетесь ну дам я это 1.11 чтобы вы научились разбираться но я хочу дать в какой мере ну во первых конечно же немножко по-другому объяснить новичкам я хочу чтобы новичок начинал скорее всего сервера когда я настраивал сервер значит я сначала порылся в интернет ну а дальше включал уже мозги конечно новичку с этим разобраться сложно он будет смотреть на какие-то эти вещи и думать боже мой что здесь написано самом деле ребят если объяснить то ну проще парень и репы я вот мне хватало встроенного сервера все эти годы Django да то есть по HR есть и у Django свой встроенный сервер Sqlite короче легкий сервер он обрабатывается один запрос и в принципе для новичка его вполне хватает и мне хватало до сих пор Просто когда вопрос стал о переделке сайта, ну, надо обновить сайт, переделать, то, конечно же, мне удобнее, чтобы отображала вся информация, как на сервере. Вот именно поэтому я начал устанавливать. Но, опять же, когда я занялся этим вопросом, я просто поясню, вот, как я делал, да, а уроки я подробно напишу, разъясню. Сейчас я разверну, я просто поясню. То есть, я находил много информации, но не брал какой-то один там источник. Почему? Потому что, на самом деле, когда я посидел пару часов, то понял, что способов в Убунду, к Субунту, там, Мин, Дебиан сделать это много, и все делают по-разному. Я люблю работать очень с пайчаром, поэтому мне было важно, чтобы все эти файлы Django, WSGI, дальше хост находились в проекте, понимаете, чтобы потом не лазить по всей версии Django. Поэтому я, грубо говоря, сервер MySQL ставил с одного сайта, смотрел, вот, я понимал, мне это удобно, а патч с другого, дальше, в конце концов, сделал свою сборку такую. И она успешно заработала. То есть, как вы видите, как вы видите, пока не видите, но сейчас увидите, да. Как вы видите, сайты полностью идентичны. То есть, SPB только сейчас на локальном. Я придумал такой домен себе, чтобы не путать SPB-TUT-TEST. Но это тестовый сервер. Для тех, кто первый раз смотрит, реальный сайт находится по адресу SPB-TUT.RU. Здесь, кстати, ребята, в школе уже больше 10 суток видео, если еще не больше. Так вот, что в моем понятии, как бы сейчас хотелось дальше продолжить обучение и к чему уже приводить людей. Ну, первое, конечно же. Сначала то, что там сайты научиться, жанга разобраться, это само собой, ребята. Это я даже не рассматриваю, ребята в школе разбираются. Ну, хотелось бы заострить внимание это на вот этой связке, потому что действительно, ну, когда я начинал, помню, там в 2009 году смотрел на этот сервер, как баран смотришь, ничего не понятно, все эти кавычки, а в принципе проходят годы, и сейчас два часа и разобрался. Просто-напросто берешь и пишешь. И вы тоже к этому придете. Следующий момент, который будет в школе, уже я написал уроки эти. Это, мне бы хотелось, чтобы программист обязательно начинал именно с этого. Это сайт python-tut.ru. И там, ну, можно нажать, смотреть курсы. Это, значит, связка по HR, Bitbucket. И здесь мы изучили, сколько там уроков получилось. Уроков, наверное, 40, 30. Всего здесь раз, два, три, четыре, пять курсов. Потому что это архиважно. И архиважно почему? Потому что... Нажал кнопку. Вот есть... Я объяснял не раз, но еще раз объясню. Вот у нас есть проект. Я выделил, допустим... Он у меня уже, правда, на сервере, но просто... Я выделил... Так, секундочку, не то я делаю что-то. Надо сначала добавить. Вот он мне предлагает добавить весь проект. Поэтому я... Видео мешает. Сейчас, секундочку. Мы настраивали там плагин надо скачивать. Поэтому, конечно, слета у вас не получится. Пришлось покопаться с пайчаром. Добавляется. Сейчас просто покажу вот эту фишку. Грубо говоря, новичку это больше надо, чем... Новичку это надо больше, чем опытному... Разработчику. Почему? Потому что... Считаю, что, мол, связка битбакет, Хранение кода отдельно нужно для разработчиков команд. Черт аз два, ребята. Извините, что ругаюсь. Новичку это нужнее в сто раз. И вы знаете, не упускайте то, что я упускал. Я тоже этого избегал. Как-то все не было времени разобраться. Это... Ну, представьте, вот видите, вкладочка мастер. Да, простым движением руки. Я просто собрался курсы делать. Все, я создал ветку. Вот у меня получается тот код. Тот код. Сейчас немножко не видно. Я наслаждаюсь ксубунтой, и поэтому я еще в ней новичок, я вам честно скажу. Ну, мне настолько приятно. Ну, правда, у меня не все как бы хотелось, чтобы получается быстро, но это не важно. Главное, что программировать не просто кайф, если честно сказать. Ну, вот смотрите. На самом деле, вот я сейчас переключился на ветку курса. Давайте попробуем. Вот это мой проект. Я сюда добавлю новый файл, любой. Привет, Вася, да. Привет, текстэд. Назовем даже на русском. И вот я его добавил. После этого... Я сделал комет. Сейчас важно понять принцип. И переключаюсь на ветку мастер, на основную. И если вы увидите, то файла «Привет, Вася» здесь нет. Давайте переключимся обратно на ветку курса, которую создали. И «Привет, Вася» вот есть. Вот он внизу. Вот смотрите, внизу, да. Назад переключаемся. Видите, нету. Так вот, для новичка это важно. А вопрос в том, что... Ведь новичок запаривает, запаривает проект, пыхтит. Мы все такие были, да. Что-то не получается, потом что-то забыл. А так, если вы изучите эти технологии, по сути дела, вот у вас есть рабочий проект, вы создали ветку и добавляете, что вам надо. Ну, не сработало, удалили, по-новому создали. Всегда делается копия вот этого проекта, вашего основного. Когда это все заработало, все, пожалуйста, слили проекты и, значит, работаете дальше. Ну, по сути дела, для новичка это просто кайф. Понимаете, я почему сейчас говорю об этом? Ну, я много лет это упускал. Думаю, а, потом. Но если бы мне когда-то кто-то объяснил, что не только там разработка команд. Думаю, до команд я еще чуть позже буду набирать команду именно. Но, когда я все-таки, книга большая, вот это погиб, да? И когда я все-таки, дай, думаю, почитаю как-то один выходной день. И когда я допетрил, что, в принципе, меня заинтересовала ветка. Отдай-ка я попробую. Ну, в конце концов разобрался, с пайчаром покопался, написал курсы. Думаю, ребята будут благодарны. Так вот, поэтому, чтобы вы понимали, что такое школа. То, что школа работает с 2013 года, то есть, то, что люди начали много людей, не то, что, а много людей научилось программировать Python. Это уже опыт и практика, это само собой. То, что люди изучают джанго, это само собой. Но на самом деле в школе намного больше. Если посмотреть, вот я сейчас начал замечать, вот здесь делал форум. Сайт не так давно появился, просто я сейчас поясню, в чем его смысл. Так, форумы, код программы участников школы. То есть, я смотрю, ребята пишут приложение на PyKT. И, в принципе, учитывая, что, допустим, не так давно занялся Python, ну, года еще нет, но уже довольно сложные программы. Вот он ее бесплатно выкладывает. Можно посмотреть. Там муха, там все движется на PyKT. То есть, я говорю, что Python универсальный язык. Сайты, можно делать там программы, сервисы, серверы. Все, что угодно. Вы найдете себя. Вы найдете себя. Вот это самое важное. Дальше. Что хотел рассказать. То есть, я решил, вот на этом сайте, я по нему говорил вот сейчас, да, делал. Ну, во-первых, давайте говорить так. У меня появилась идея научить участников школы писать в социальные сети. Ну, сейчас, это надо, секунду. А, ну, это у меня тестовый проект, здесь пароли уже. В общем, грубо говоря, не буду показывать. Я не помню, что у меня там видно, что нет. Значит, типы контентов в библиотеке, которые, в принципе, в Джанго, они поставляются постоянно, но мало о них кто подозревает. И умеет работать на все сто процентов. Я думаю, дай-ка я набросаю социальную сеть. И набросал социальную сеть. Как я ее набрасывал? Если сказать там, чтоб сильно там пыхтел. Ну, получилось как? Сначала, наверное, ушло на нее месяца три. Грубо говоря, месяц я разбирался вообще, как, понимаете, важно, вот на что уходит большее время. Когда ты просто соображаешь, а как это вообще писать. Вот, допустим, ну, давайте посмотрим. Участники. Как писать людей? Как писать, чтоб были новости? Как писать, чтобы можно было подписаться? Допустим, там вот меняется, да, фолов. Унфолов там, значит, уже отписались, уже опять три. Новости. В общем, ну, много чего. Потом вот взял, сделал пагинатор. Это уже потом уже по чуть-чуть. Уже потом будет по четыре картинки раскрываться. И вот я думал, думал и писал. То, то не нравится, то это не нравится. Ну, короче, сложилось в голове. Так вот, ребята. На самом деле оказалось все проще паренные рэпы. Поэтому просто на этот сайт подписывайтесь. Здесь доступ дешевый. И здесь я буду рассказывать все, что Django+. То есть, как создавать социальные сети. Если один раз понять, по сути дела, что такое социальная сеть? Это платформа совместного использования. Если, думаю, новички, которые часто я вижу в интернет. Вот, ну, пока информации не так много, на самом деле, как на Django писать социальные сети. Так вот, когда я смотрю, вижу, что люди спрашивают, а как писать? Ну, кто-нибудь там пишет, что ну надо, такие-то модели. Да нет, ребята, надо намного больше. Давайте говорить, вот я вам скажу, человек, который начал это хотя бы делать. Первое. Это надо средний уровень Django. То есть, если вы хотите писать более-менее серьезные проекты, значит, надо начинать с сайта spb-retout.ru. Цель этого сайта, этого сайта конкретно, вывести человека на средний уровень. Что в моем понимании средний уровень? Этот человек знает Django, то есть, он, когда открывает Django проект, он не смотрит, а что это такое, а он четко уже знает, что где. То есть, человек умеет писать приложение уже, может написать, например, простой сайт, магазин, блог. То есть, вот это, в моем понимании, средний уровень. Когда вот этот уровень есть, тогда можно уже переходить к написанию той же социальной сети. И для написания социальной сети, так, ребята, я сразу скажу, я для себя ставлю задачу научить программировать. То есть, я, честно сказать, не люблю дизайном заниматься особо. Хотя, сейчас уже больше времени уделяю. Вы сделаете красивше, поэтому не ругайтесь там на экранах. Главное, вы знание получите, как это сделать. А обертку уже сделаете свою. Это я так, на крайний случай. Чтоб там не сидели, говорили. Говорить всегда проще, а сделать сложнее. Поэтому тот, кто будет учиться, конечно же, у него получится. Ну, давайте. То есть, средний уровень Django. Ну, Python, само собой. Далее. Нам надо редис. Зачем? Потому что обрабатывать те же фолловера в базе данных, ну, это же офигенная глупость. Или, допустим, картинки новости участников. Я видел часто на YouTube. Показывают, как клики, нравится, не нравится, тоже обрабатывать при помощи MySQL. Но это тоже глупо, ребят. Почему? Ну, это нагрузка лишняя. Ну, ладно, кликнул один раз, а кликнет тысячу человек. MySQL загнется. Поэтому здесь нам надо редис. Что такое редис? Это, грубо говоря, база данных вашей оперативной памяти. Выделили ей там 100 мегабайт для начального проекта, хоть 100. И редис может обрабатывать за миллисекунды сотни и до сотни тысяч запросов. Следующее нам надо JavaScript. Как раз на этом сайте я и начал курсы по JavaScript. И начал смотреть курсы. Вот, допустим, сделал уже первая серия курсов. Здесь много уроков. Где-то, наверное, здесь только курсов. Каждый курс где-то по 10-12 уроков, а курсов здесь 14. Ну, умножайте сами. То есть, и это, это не так, вот как я делал, как в интернет делаю, да, там вот быстро же. Это только начало. Грубо говоря, как я рассуждал, да, что для того, чтобы двигаться по языку, но это приходит со временем, надо хорошая база. Вот за эти уроки мы создали базу. То есть, научились работать с переменными, поняли типы данных, научились. То есть, чтобы двигаться в языке, нам надо твердая база. Вы поймете, когда будете смотреть курс. Я рекомендую покупать доступ на два сайта. Когда вы покупаете на SPB, тут недорого, тут и Android сходит, все. Посмотрите, пока идет скидка. Пока я его не переделал. Когда переделаю, будет дороже. Так вот. Вы здесь, тот, кто первый раз слушает, получаете возможность изучить Python с нуля, научиться Django. Ну, много чего научиться. Короче, писать будете. Сами посмотрите. Либо начни здесь. Можно посмотреть материалы. Новое можно почитать. Почитать то, что ребята в школе пишут. Я сюда вот письма, истории, отзывы. Можно нажать там 10 последних историй. Ну, разные вещи. Так вот. Что-то хотел сказать. Уже поздно. Разбирался. Так уже как-то. Так вот. А. Все, все, все. Поймал мысль. Начнете изучать Python. И сразу на этом сайте потихонечку будете изучать JavaScript. Python и JavaScript совершенно разные языки. Поэтому на разнице они лучше понимаются. Без JavaScript все равно никуда, ребят. Вот. Что непонятно. В группе спрашивать, на форуме. Ну, спокойно, чинно все получится. Ребят, ну, я же сказал, не сказал самого главного. Что я пишу видео уже поздно, поздно ночь. Совсем поздно. Я, когда начал настраивать среду, среду, значит, для программирования, да, именно сервер, там, Майс АКЛ, Апач, ВСГИ и Джанго. Все вместе. Я не побоялся это именно сделать на Linux. Потому что здесь это понятно. Хотя сам пользуюсь с удовольствием десяткой. Но программировать все-таки удобнее на Linux. Потому что все пакеты, ребята, все в интернете, оно под Linux сделано. Когда Linux настроен, он работает как трактор. И я говорю, разобрался. Но так как то, что я раньше показывал, есть битбакет, то код у меня выгружен на битбакет. То есть я открываю винду, скачиваю код и могу там продолжать работать. По сути дела, вот это все я хочу вложить уже далее в курсы. Потому что много очень уроков написано. И новички им очень нравятся. Они учатся с удовольствием. Но все-таки я решил, какова моя цель. Школа построена от простого к сложному. А сейчас мне хочется как бы еще написать курс. И я вот за него уже взялся. И пишу его. Так что приходите, будете смотреть по ходу. Чтобы собрать программиста сразу. То есть на самом деле, как я сказал, что если объяснить, а я буду писать уроки, что как настроить все это. На самом деле разберется любой человек, если ему просто это рассказать по шагам. Как умею это я делать. Да, не отнять у меня этой привычки. Объяснять подробно. Ну и по Линуксу. Ну честное слово, тут фу, постукаю, чтобы не сглазить. Потому что спокойно как-то так мне понравилось к Субунту. Я будем сказать так, что в Линуксе большой новичок. И шел я к Линуксу довольно долго. На Ютьюбе, если канал набрать, там Валерий Бовсуновский на Ютьюбе, Python, да. И вот здесь я, есть видео, здесь по Линуксу я вообще свои восхищения, да, рассказываю внизу. Здесь есть именно, а, Линукс здесь уже я убрал, надо будет поставить. Ну сбоку тогда есть файлы. И вот я писал, ох, офигенная система к Субунту, да. Насколько вот она мне понравилась. И сегодня к Субунту меня порадовало еще больше. То есть, я с легкостью настроил связку. И теперь у меня работает локально то же самое, что на сервере. Ну, безумно приятно. Ну, поскольку часов пять вечера сел, учитывая, что я еще не крепкий Линуксоид, ну, к ночи сделал. При этом разобрался, записал инструкцию, чтобы, думаю, надо ребятам дать, потому что новичкам не так просто будет разобраться. А начал потихонечку сразу себе где-то тут писать, короче, что делать. Ладно. В общем-то, начал писать видео. Это не то, что видео, там, какое-то обучение. Может, большинством они понравятся, потому что я сам сижу и думаю, что я мямлю, что я говорю. Вообще, была идея поделиться, что к Субунту это класс, и Линукс это класс, и мне это все понравилось. Потом уже перешел на школу, в общем, рассказал обо всем. Грубо говоря, приходите в школу, и, ребят, ну, то, кто долго шел, недолго пользуется Windows, обязательно вы в школе полюбите Линукс. Почему? Потому что тот, кто занимается программированием, вы посмотрите, все пакеты, везде, да, есть Windows, но везде есть Линукс. И Windows, ну, я работал много лет, и сейчас продолжаю работать. С тем же битбакингом пришлось повозиться. В Линукс, ну, проблем не было. Здесь, что касается программирования, проблем вообще нет. Главное его настроить, и потом, грубо говоря, как я сам себе, не чипать. Ну, я и здесь научился делать. Вот я настрою, оно работает. Я рассказывал в том видео о офигенной системе. Я открываю свой систембак. Ой. Это программа для восстановления. И создаю себе точку восстановления. Потом уже я могу себе позволить добавить чего-то в свою систему. Ну, я знаю, что если что-то там я напортачу, я отгоню назад. Вот. Поэтому, ну, супер, супер, ребята. В общем, грубо говоря, вот сейчас сижу, ночь, сил уже нет, а радости полная душа, честное слово. Поэтому, ребят, конечно же, я вообще хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, которые пишут благодарственные письма. И много чего часто пишут мне, такие вещи, что человек пишет, да, то есть, чтобы помочь переписать социальную сеть. Ну, я его пригласил к нам в школу. Как я говорю, практически фрилансом я не занимаюсь. Ну, нету просто-напросто времени. Не то, что желания нету. И вот этот сайт надо переписывать. И показывать, как соцсеть делать. И еще один язык программирования. И GC. Просто, грубо говоря, вот я встал и работаю. Но, правда, у меня это в кайф. Я не считаю это за работу. Ребят, новички особенно. Я вам скажу такую мысль. Вы здесь, на этом сайте piton-tut.ru Если вы будете на главной странице, я вам рекомендую посмотреть такую вещь. Сейчас я проговорю, вы поймете, о чем я буду говорить. Чему научитесь, да? О проекте, обо мне. Вот я здесь рассказывал обо мне, но я не о себе рассказывал. То есть, ну, я подумал, подумал. Что вам интересно там обо мне слушать? Я рассказывал свой путь, да? Вот с вашей стороны, с вопросов таких вот, что не получается, что получается. Просто, когда вы посмотрите это видео, вы поймете, что все получится. А вдогонку я еще скажу. Неважно, неважно, что вы сегодня умеете делать. Было бы желание научиться программировать. Если у вас изнутри вот это желание вот сидит, вот хотелось бы, хотелось бы, хотелось бы. Ребят, все банально просто. Подумайте. Я не буду говорить, что это у вас получится завтра. Но я скажу одно. Это точно получится. Да я по школе вижу, как ребята программируют. Они говорят, yes, у меня получается. Есть люди, которые начали зарабатывать. Вот недавно человек писал письмо, что, да, начал джанго, потом перешел там вообще часы или циферблаты сегодня программируют. То есть человек, ну, нашел себе работу. Вопрос в том, что это обязательно получится у каждого. Вы знаете почему? Ну, представьте Python. Python, он довольно простой. Вы, когда в школе находитесь, постоянно здесь приходят сообщения, то есть вы надо быть в процессе. В процессе и быть людьми, которые идут к этой же цели. Они к своим целям идут, да? Школа совершенно свободна. Здесь каждый занимается в своем ритме, но надо быть в процессе, получать эту информацию. И вот вы, сначала идет период, когда вы только изучаете язык. Потом идет период, я помню этот период, когда вдруг открываешь файл настрой, говоришь, yes, да это же там список, это словарь, я вижу, я понимаю. Да, вот эти все радостные моменты вы будете проживать. Потом это уже переходит на какой-то уровень, ну, как правильно сказать, на уровень того, что это на подсознательном уровне. Потом вы начинаете писать, 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 и вы вдруг происходит, вот я помню почему-то тот момент, когда я заходил на GitHub, и я не мог установить библиотеку. Кстати, вот в курсе записанном в плане, это установка библиотек, то есть работа с основными библиотеками, которые, ну, в большинстве проектов нужны, доделаю, хотя начал уже выкладывать. А потом вдруг ты понимаешь, что ты читаешь код. И это происходит с каждым. Вы меня услышали, ребят? С каждым. У меня был период, почему-то я вспоминаю, я несколько месяцев не мог запустить Джанго. Почему не мог запустить? Потому что, ну, понятно, ты не знаешь, что должно произойти, ты не знаешь, как оно должно быть написано, ты не знаешь, что где, вот потом, когда... А в школе ребята, когда уже написаны уроки, они за пару недель уже понимают, уже совсем другое, потихонечку и сайты делают. То есть все это придет. Вот это желание, если оно внутри есть, то дайте ему прорасти, понимаете? Главное не гнаться, делайте спокойно, делайте в кайф. Вот я говорю, сидишь вот усталый, да, ну, думаю, надо написать видео, просто рассказать вот это ребятам, кого-то воодушевить. Это самое главное. Программирование все научатся. Важно, одну из целей я всегда ставлю, это воодушевить, чтобы человек, да, сказал, да, я тоже хочу, и у меня получится. И у него получается, получается. Ребят, у каждого получится. Поэтому, новички, python.spb-tut.ru Ссылки будут под видео. Начинаем отсюда. Лучше, если есть возможность, и python-tut.ru тоже изучать. И спокойно, шаг за шагом, как я говорил, ориентироваться лучше всего по значкам. Кабинет изменится, но все равно останутся, то ли значки, я не знаю, что пока оставлю. Все здесь есть. Вы можете даже посмотреть, зайти на SPB, логин демо, пароль демо ввести, да, и нажать ссылки. Вот, допустим, на этот сайт вы сможете зайти, только нажать зайти гостям, если нет логина и пароля, и начать здесь смотреть уроки. Понять, что уроки очень простые. Вот смотреть курс, знакомство, как установить жанга, то есть все это вы сделаете. Дальше пошли платные уроки. Там, ну, сейчас не пустят, но просто-напросто, в любом случае, в школе все по порядку. Все на одной странице. Изучили Python. Все, пошли, жанга с нуля без опыта. Тут появятся еще и новые. И далее, и далее. ООП, и так потихонечку. Кто-то Android, кто-то машинное обучение. Я стараюсь, чтобы показать разносторонность Python. А кто-то что-то берет, на ходе себя развивает. Ну, в общем, в конце концов, сформулировал в конце идею. Сейчас вот пишу курс, чтобы был цельный программист. С нуля, да? Все, спасибо за доверие. Что хотел сказать, я сказал. С нуля, да? С нуля, да? Продолжение следует...